Дорогие друзья, хочу поделиться с вами беспокойством, тем, что меня тревожит, то, что мне кажется по-настоящему важным. Многие меня знаете как доктора Курпатова. В свое время мне действительно было очень важно донести до наших сограждан и значимость профессии психолога-психотерапевта, и факт наличия психологических проблем, и то, что можно с ними справляться. Я делал телевизионные программы, я писал книги и так далее. После этого у меня было другое беспокойство, оно сохраняется, но я в этом направлении тоже много сейчас делаю. Я говорю о снижении интеллектуального уровня, о цифровой зависимости, о снижении социальных навыков. Я пишу про это книги, я выступаю об этом с лекциями. Меня это беспокоит, и я считаю, что мы должны пытаться сохранять ум, критическое мышление и, конечно, свои социальные навыки и способность быть близкими с близкими людьми, хотя бы с близкими. Но есть вот третья вещь, которая сейчас, мне кажется, особенно на фоне ковида, ограничений, общего стресса, неопределенности, звучит вот этой такой нервной неприятной нотой. Это агрессия. Взаимная агрессия. Просто люди друг к другу становятся все менее и менее добрыми и все более и более злыми. Где-то жестокими, где-то меркантильными, где-то слишком расчетливыми, а где-то просто это внутреннее напряжение, которое выливается агрессией на тех, кто не может ответить. И часто жертвами такой агрессии оказываются дети из-за школьной ситуации и подвергаются травле. На работе может быть ситуация, при которой человек не может ответить, и его травят другие. В интернете может человек что-то написать про себя или какие-то про него что-то могут слить, и после этого тоже его подвергают травле. На самом деле это какой-то вот новый такой национальная забава. И она меня пугает. Потому что если мы в этом направлении будем двигаться, ну реально никому хорошо потом не будет. Это просто превратится в общий такой невроз всех против всех. Вот чего бы мне очень не хотелось.